Научиться говорить «нет», нащупать внутренний стержень и расправив плечи, уверенно идти по жизни. С таким запросом Анна Вишневецкая пришла на курс по психокосметологии. Рассказывает, эффект от занятий не заставил себя долго ждать. По словам девушки, новое мироощущение стало хорошим подспорьем и в профессиональной деятельности, и в отношениях с пятилетним сыном. Психокосметология помогла мне в какой-то степени взрастить в себе вот этого взрослого, и в отношении с ребенком тоже наступили какие-то более, ну, улучшения. Я прочувствовала внутреннюю опору, в самой себе какую-то уверенность стала во мне намного больше, и для принятия каких-то решений, и, в принципе, даже внутренние ощущения намного-намного гармоничнее. Психокосметология – это направление, появившееся в 2006 году. В его основе – работа над внешним видом и привлекательностью за счет стабилизации эмоционального фона. Основная цель – сформировать улучшенную версию себя и стать ею. Во время занятий происходит позитивная психосоматика, и это научно доказанный эффект. У истоков психокосметологии – самарские психологи. Образы бывают, которые мы представляем, и образы бывают сенсорные, которые мы переживаем, чувствуем. Так вот, если взять улучшенную версию себя, хорошо ее, так сказать, вот сформировать, как образ, да, вот, и дальше ее перевести на сенсорный уровень, на ощущения. А дальше этот сенсорный уровень опять вернуть и присвоить ему знак такой, ну, условный рефлекс. Этот сенсорный эффект, он срабатывает, и напряжение в лице и в теле уменьшается. Исследования по психокосметологии продолжаются. Сегодня психологический фактор становится одним из определяющих в формировании привлекательного женского образа. Галина Топилина, Петр Поломей, События.